Кадры кинохроники, музыкальное сопровождение и театрализованные постановки, в которых были использованы стихи известных поэтов военного времени. Активисты школьного отряда «Юнармия» под руководством педагога школы Татьяны Губернаторовой постарались сделать урок мужества интересным и познавательным. И это им удалось. Вообще весь этот учебный год у нас подходит под эгидой 75-летия Великой Победы нашей страны, Великой Отечественной войне. И это мероприятие открывает череду уроков мужества, который будет проходить у нас каждый месяц. Очень большие такие, значимые. Второе вот после этого урока, посвященного контрнаступлению под Москвой, будет урок большой для начальной школы, посвященный блокаде Ленинграда. И далее февраль, март, апрель, май, вплоть до мая, где мы завершим этот учебный год огромным большим мероприятием с приглашением гостей, наших родителей во дворе школы. Мы сделаем большую такую инсценировку массовую. У нас опыт есть уже, однократные правда. Но надеемся, что он будет успешным и в этот раз. Учащиеся с интересом слушали рассказ своих сверстников о московской битве, о контрнаступлении советских войск под Москвой, которым командовал легендарный маршал Жуков, о параде 7 ноября 1941 года на Красной площади, изменившем ход событий. Эти уроки мужества должны еще раз напомнить всем нам о том великом подвиге советского народа. Особый интерес у школьников вызвала информация о доблестных защитниках Москвы, героях-панфиловцах, о первом Великой Отечественной войне тарани в ночном воздушном бою в небе Москвы и других значимых событиях того времени. Да, безусловно, этот урок нужен нам, приобщаясь в первую очередь молодое поколение к этому великому событию, как я считаю. И да, действительно, это великолепный урок, где мы можем показать и сообщить молодому поколению, что было в то время, всю историю России. В первых, так как мой прадедушка воевал, я считаю, что быть в юной армии, знать о таких событиях, для меня это очень важно. Также передавать это последующим поколениям. Участники мероприятия почтили память героев, павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками минутой молчания, после чего состоялась торжественная церемония, в ходе которой в ряды юно-армейцев были приняты учащиеся четвертых классов Суходольской школы номер два. Новобранцы поклялись быть верными своему Отечеству, следовать традициям доблести и чести, достигать успеха в учебе и спорте. Юлия Трухтанова, Александр Жуков, телекомпания «Радуга-3».